Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем серию видеопрограмм, посвященных влиянию протестантов на общество. И сегодня мы коснемся сферы науки. Мы поговорим о человеке, который внес значительный вклад в науку 19 века. Его зовут Майкл Фарадей. Только очень немногие люди, говорил писатель и ученый сэр Вильям Брэх, столь значительно изменили облик мира, как это сделал Майкл Фарадей. Он был одним из величайших экспериментаторов и мыслителей нашей страны. Другой писатель говорил о Фарадее так. Весь мир электричества берет свое начало с простого опыта, проделанного в Королевском институте, одним из величайших ученых всех времен. Он открыл электромагнитную индукцию, лежащую в основе современного промышленного производства электричества и многих его применений. Создал первую модель электродвигателя. Среди других его открытий первый трансформатор, химическое действие тока, законы электролиза, действия магнитного поля на свет, диамагнетизм. Первым предсказал электромагнитные волны. Фарадей ввел в научный обиход термины ион, катод, анод, электролит, диэлектрик, диамагнетизм, парамагнетизм и многие другие. Конечно же, перечисленные достижения дают основание утверждать, что Майкл Фарадей оказал влияние на общество, которое ничем не сравнимо. Или, пожалуй, сравнимо, конечно же, но сопоставимо с влиянием выдающихся умов XIX-XX веков. При этом Майкл Фарадей нам интересен не только этим, а тем, что это был глубоко верующий человек, член протестантской общины. И его взгляды, его мировоззрения нередко становились известными для тех, кто его окружает, для близких людей, для близких друзей. В юности Майкл ни разу не пропустил воскресное богослужение в той церкви, которую он посещал в Лондонском Сити. Община христиан, которую он посещал, твердо верила в Библию как непогрешимое Слово Божье. И именно здесь, в этой общине, через простые проповеди, Фарадей приобрел ту веру, которая оказала влияние на его жизнь и стала для него самым драгоценным сокровищем в мире. Когда Майклу исполнилось 13 лет, он начал зарабатывать разноской газеты книг. Вышагивая по лондонским мостовым, начало 19 века, он мечтал и принимал решение о том, что будет, наверное, зарабатывать как книготорговец и переплетчик. В дальнейшем, когда он стал подмастерьем и начал заниматься переплетом книг, его жизнь пришла совершенно другое увлечение. Его пытливый ум исследовал десятки книг, проходивших через его стол, через его руки. С большим энтузиазмом он увлекся чтением книги Исаака Отца о разуме. И ему захотелось получить хорошее образование. Переплетая изношенный том британской энциклопедии, он буквально впитывал его содержание, неоднократно перечитывая статью об электричестве. В свободное время он пробовал повторять опыты, описанные в статье, и стал внимательно следить за всеми популярными книгами и журналами, где публиковались статьи об этой захватывающей новой науке. Благодаря своему воспитанию Фарадей твердо верил, что люди, хотя и могут делать много хорошего, но по сути порочны и грешны. И также знал о необходимости личного обращения ко Христу, который изменяет жизнь человека. Эти убеждения составляли его веру с самых юных лет. Но к тому времени, когда ему исполнилось 22 года, и когда он стал посещать лекции известных ученых, эта вера подверглась сомнению. Он познакомился с известным ученым Хемфрид Дэви, чьи лекции он слушал чаще всего, и восторг этим ученым заставил его засомневаться и в собственной доктрине, которая говорила о том, что христианин, по сути, не может быть, точнее неверующий человек, не может быть абсолютно хорошим. Ему казалось, что Хемфрид Дэви, известный ученый, это как раз добрый, душевный, обаятельный человек, который показывает собой, что можно и без веры быть хорошим, можно и без отношения с церковью подавать пример добродетели и благочестия. Фактически, в конце концов, Майкл Фарадей стал ассистентом этого великого ученого и в близком общении убедился, насколько правильными были его юношеские убеждения. Так вот бывает, когда ты со стороны смотришь на звезду научного мира или какого-то другого, и кажется, что это звезда без изъянов, но достаточно познакомиться поближе, провести какое-то время в близком общении, и мнение меняется. Также изменилось и мнение Майкла Фарадея о своем великом наставнике Хемфрид Дэви. После двухлетнего путешествия с ним по Европе, он все еще питал чувство уважения к Хемфрид Дэви как человеку науки, но личные качества его характера уже не вызывали у Фарадея никакого восторга. Фарадей с радостью вернулся в родной семейный круг, где он чувствовал теплоту сердец, а также посетил свою старую церковь, чтобы поучиться мудрости у простых и добродушных старцев. Остались фразы, высказывания, фрагменты проповедей Майкла Фарадея, который был рукоположен еще и на дьяконское служение в своей общине. Эти фразы показывают, что Фарадей был очень здравомыслящим и рассудительным христианином. Это человек, который, имея за собой многие научные достижения, являясь светилом в области науки, при этом сохранил простую, настоящую, искреннюю веру. Из одной из проповедей Майкла Фарадея я процитирую фразу. «И потому, братья, мы должны превыше всего в мире ценить привилегии и знать истину Божью. Чем яснее нам является совершенство закона Божьего, исполненного во Христе, тем больше мы должны благодарить Бога за его удивительный дар». Еще одна фраза. «Книга природы, которую мы должны читать, написана перстом Божьим». Вы знаете, красивые фразы, они приобретают особый вес, когда ты понимаешь, кто их сказал. Ведь замечательные высказывания могут принадлежать человеку, который не имел никаких достижений в области науки, или человеку, которого считают одним из светлейших умов 19 века. Лорд Кельвин, еще один известный изобретатель, современник Майкла Фарадея, писал так, что всю свою жизнь Фарадей твердо держал со своей веры. «Я хорошо помню, как во время конференции Британской ассоциации в Абердине и Глазго он искал место, где собиралась его церковь. Великий ученый, прибывший на конференцию, искал место, где можно встретить братьев и сестер и поучаствовать в богослужении. Я думаю, прекрасный показатель евангельского христианина, прекрасный показатель веры в обычных бытовых житейских вопросах». Последние годы, несмотря на состояние здоровья, Фарадей периодически занимается научными исследованиями. В 1862 году он выдвинул гипотезу, что магнитное поле может смещать спектральные линии. Однако оборудование тех лет было недостаточно чувствительно, чтобы обнаружить этот эффект. Только в 1897 году Питер Зейман подтвердил гипотезу Фарадея, сославшись на него как на автора, и получил в 1902 году за это открытие Нобелевскую премию. Фарадей не дожил до того периода, когда начали вручать Нобелевские премии, но совершенно очевидно, что он был бы одним из ее обладателей. Он умер в 1867 году в своей резиденции на Хэмптон-корте. К этому моменту он был обладателем 97 почетных титулов от Академии наук разных стран. Причем ни один из этих титулов не был получен за соавторство. «И хотя мысль о смерти напоминает о суде, который гораздо страшнее любого наказания, утверждал Майкл Фарадей перед смертью, гораздо страшнее любого наказания за нарушение законов этого мира, смерть также напоминает христианину и о том, кто умер, был судим и воскрес, чтобы оправдать верующих в него». Вы знаете, я смело читаю эти фразы, которые, может быть, не сильно будут интересны нехристианам, потому что эти фразы принадлежат человеку, который признан абсолютно в научном мире. Это авторитет с его научными работами считают за привилегию, из-за естественных условий ознакомиться физики, которые занимаются в области электричества, которые занимаются в тех сферах, в которых Майкл Фарадей просто прокладывал первые шаги. И, вы знаете, еще одна мысль, которую я хотел бы сказать, разочаровавшись в Хемфри Деве, как в человеке, сам Майкл Фарадей никогда не подавал повода разочароваться в нем, как в человеке с большой буквы. Майкл Фарадей дважды получал приглашение возглавить Королевскую Академию Наук. И он дважды отказывался от этой позиции. Его хотели возвести в рыцарское звание, как многих других известных ученых, как, например, Исаака Ньютона. Но он от этого тоже отказался, не считая себя достойным или необходимым этого титула. Майкл Фарадей имел определенные моральные принципы. Например, когда началась Крымская война, в которой Англия участвовала против Российской империи, и ему предложили участвовать в разработке химического оружия, он категорично сказал, что он не будет принимать в этом участие, поскольку это аморально. Это не соответствует его мировоззренческим принципам. Вот такой был человек, христианин и ученый Майкл Фарадей. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить лайки, можете сделать репосты этого видео. И в зависимости от того, какие отклики приобретает эта программа, мы вернемся к ней после определенного перерыва. Прежде чем завершить это видео, я хочу предложить вам ответить на два вопроса. На два вопроса в комментариях, для того, чтобы проверить вашу эрудицию. Первый вопрос, что измеряется, то есть физическая единица измерения, которая носит имя Майкла Фарадея. И второй вопрос, кто подарил Майклу Фарадею резиденцию на Хэмптон-Корт. Спасибо за ваши ответы, спасибо за ваши комментарии. Буду рад вернуться к подобным передачам и к подобным темам в следующих программах.